Предстоящая зима может стать еще для Украины еще более сложной, чем минувшая. Если до сих пор российская армия била по электросетям, то теперь сменила подход и наносит удары по генерирующим мощностям. За полгода из строя выведено 90% мощностей тепловых электростанций. Сейчас Украина генерирует почти втрое меньше электроэнергии, чем до войны. Экономия в стране жесточайшая. С наступлением холодов положение станет еще критичней. Власти просят предпринимателей и население учиться рассчитывать на себя. Покупать по возможности генераторы, устанавливать солнечные панели. Правда, далеко не всем это доступно. Пока вопрос дефицита электроэнергии не номер один, но все наверняка изменится с наступлением холодов, считают эксперты. Украинцы давно научились жить при отключениях, но при худшем сценарии грядущей зимой свет в домах будет лишь по 4 часа в сутки. Власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Надеются, что часть потерь удастся восстановить к этому времени. Будут закупать энергию у Европы, но этого недостаточно. По сути, сейчас работает 7 блоков из 9, и ремонтная компания так построена, чтобы все блоки работали полностью весь осенне-зимний цикл. То есть это абсолютно реально, так составлены графики, поэтому я думаю, что у нас будет добавлено еще 2 гигаватта, около 2 гигаватт до сене-зимнего периода за счет атомных электростанций от сегодняшнего уровня. Кроме того, мы рассчитываем, что будет часть разрушенной инфраструктуры или поврежденной отремонтирована. Сейчас идут над этим работы. Министр энергетики оценивает это на уровне 3 гигаватт, то, что можно будет отремонтировать. Ну и также, безусловно, идет работа над строительством новой генерации, децентрализованной. Это газовая малая генерация мощностью от 2 мегаватт до 30 мегаватт. Но здесь мы больших прорывов пока не ждем. Ну хотя бы, может, 150-200 мегаватт тоже может добавиться в энергосистему. Ну и, конечно же, очень важно это нам увеличить квоту нашу по импорту от системы операторов передачи Европы, МСОИ. Сейчас у нас, вы знаете, квота 1,7 гигаватт. Но мы надеемся, что сейчас ведутся переговоры над этим вопросом, увеличится эта квота до 2,2 гигаватт. Ну плюс еще аварийная помощь, возможно. По оценкам МВФ, с февраля 2022 года потери украинского энергосектора достигли 56,5 миллиардов долларов. Это ожидаемо привело к росту импорта электроэнергии. Только за июнь Украина закупила больше электроэнергии, чем за весь 2023 год. 858 тысяч мегаватт-часов против 806 тысяч. Наибольшую долю импорта 45% обеспечила Венгрия, а еще Польша и Румыния. Молдова тоже оказывает посильную помощь. В июле прошло совместное заседание глав МИД трех стран Украины, Молдовы, Румынии, где, среди прочего, обсуждался энергетический вопрос. Молдова выразила готовность участвовать в проекте обмена газ на электроэнергию. Разместит на своей территории генераторные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена. Этот проект, мне кажется, еще на ранней стадии находится у нас. Поэтому сказать конкретные цифры не могу. Но, в принципе, этот проект имеет определенный смысл. Почему? Потому что Молдова все-таки имеет мощности соответствующие, так сказать, газовые. То есть, которые, ну, правда, они расположены в Приднестровье в основном. То есть, как бы, то есть, тоже тут проблема. Строительство новых мощностей в Приднестровье, то есть, в Молдове, да. Извините. Но это тоже время потребует. Насколько возможно из Приднестровья, значит, импортировать природную, значит, электрическую энергию. Ну, для Украины это вопрос. Почему? Потому что Приднестровье во многом контролируется Российской Федерацией. И поэтому, как бы, этот вариант, мне кажется, очень рискованный. Польша предложила другой вариант – производить электроэнергию специально для Украины на объектах угольной генерации. Литва, Латвия и Турция помогают оборудованием, экспертной поддержкой, технической. Но какой бы ни была европейская помощь, ее не хватит, чтобы обойтись без длительных отключений света. Минимальные отключения будут в сентябре-октябре. Дальше сложнее, считает Вукорэнерго. Эксперты ожидают, что зимняя пиковая нагрузка будет до 19 гигаватт. Это соответствует собственной генерации, которой добавляется импорт. Поэтому дефицит мощности может составить до 5,8 гигаватт, что почти равно мощности, захваченной Запорожской АЭС. И еще подготовка энергетики Украины к зиме может стоить около полутора миллиардов долларов. Ну а для полного восстановления системы нужны десятки миллиардов.